друзья приветствую вас у себя на канале спасибо что заходите сегодняшнее видео будет вновь по буду отвечать на два вопроса один вопрос задал мужчина его ник никнейм сокол вот мне кажется молодой мужчина я не знаю сколько ему лет и но мы ее так как пишу фотографию там и он не задает вот такой развернутый вопрос я вам его зачитаю его вопрос прозвучал видео где про мои перемены разговор идет и он не так говорит почему я живу в сша он не стоит вопрос потом он пишет почему мы не можем сделать в казахстане америку почему все хотят в америку кто я по образованию и где я больше работала отвечаю по постепенно по всем вопросам почему я живу в сша потому что во первых у меня один сын и он живет здесь у меня три внука и они у меня здесь два внука в этой семье один же внук живет со своей маме со своей мамой в районе столицы вашингтон а точный адрес я не знаю потому что там много штатов рядом рядом и она сейчас со мной не общается следующий вопрос почему мы не можем сделать казахстан америка во первых казахстан не нужно делать америка казахстан ты казахстан у нас прекрасная страна у нас есть два минуса у нас есть два минуса правительство которых и коррупция которая поощряется нашим правительством я не знаю сейчас новый президент что будет меняться хотелось бы верить следующее мы все это советский союз приучил мы 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 никто вернее мало кто из нас участвует в политике нам нужно всем повернуться в сторону политики понимаете я думаю это очень важно вот ну и и и трудиться вот ну и и все равно просто когда народ трудится это одно а знаете да нужны реформы ну соответственно как правительство коррупция там это все борьба с коррупцией и реформы экономические и мы можем стать очень процветающей страной у нас огромный потенциал знаете сейчас отвлекусь на такой момент да очень такой душесчипательный для меня лично когда я была в объединенных эмиратах в объединенных арабских эмираты в дубае у нас было как называется экскурсия и мы ездили в это там в мечеть знаменитую где похоронен шейх который сделал из страны бедуинов страну такую ультра современную да вы знаете я пошла там мало кто идет там захоронен рядом с мечетью все смотрят красоты мечети а я пошла к нему туда где он похоронен и там на тот момент не знаю как сейчас кто был недавно скажите прямо мула они конечно меняются и они прямо читают и читают над его захоронением как молитвы и коран но это это вообще и я ходила вокруг него и и просила и говорила почему значит арабы получили правителя который думал о своем государстве не только своем кармане почему мой казахстан этого не имеет вот так вот но это очень конечно это это действительно какая-то такая тема но очень больная для меня на самом деле это точно и еще почему все хотят в америку но в америку почему хотят потому что здесь не работает как таковой блат здесь есть и допустим знакомство по знакомству ты можешь кого-то порекомендовать и это имеет вес но вот такой вот как в это от советского союза остался блат вот такого нету здесь пойти да такой вот мелкой коррупции на мелких местах коррупция есть в любой стране но здесь есть только в больших больших вот кто среди миллиард миллиардеров наверно ну в общем кто имеет огромный потенциал вот скорее всего у них где то там что-то они там делают но вот чтобы полицейские это делали чтобы тут кто-то что-то делал нет я допустим знаю что это одна девушка хотела познакомиться с риэлтором которую я знаю и она хотела чтобы она ей помогла каким-то образом оформить дом что-то такое но по легальному способу ей не полагается она не может купить дом а нелегальным способом риэлтор сказал нет то есть у нас в казахстане брил как бы начал искать бы какие-то нереальные пути и вот вот это очень приятно когда здесь много что практически все работает правильно в соответствии с законом но очень приятно вот как то здесь вот так вот наверное поэтому все хотят говорят живот кто приезжает в америку с кто с кто зачем приезжает в америку то тот и получает кто хочет стать хорошо зарабатывающим человеком он становится я приехала просто за своим женским счастьем я его получила я здесь мама я здесь бабушка я здесь любимая женщина у своего мужа вот так а следующий вопрос кто я по образованию первое образование у меня финансо-экономический техникум симпалатинск а второе образование алматинский институт народного хозяйства в факультет финансы и кредит заочно где я больше всего работала больше всего работала в двух местах раз закончила финансы и кредит я работал после первого как закончила техникум я работала фин называется как забыла фин отдел то вначале это был финный отдел октябрьского района города ускаменногорска здесь я могу тоже сказать одну маленькую реплику да может кому-то это пригодится я не знаю знаете странно да я в этом году вспомнил эту ситуацию мы мы нас восемь человек закончили всем палатинске с нашей группы вот этот техникум отделение госдоходы были да и мы все вместе приехали в в областное финансовое управление и за распределением и вы знаете всех распределили одной девушки не надо было распределение она от от колова сразу она такая у нас была супер блатная не папа был доктор наук в общем там геолог и какой-то у него институт был в общем короче да не нашего уровня девочка мы были обычные все были обычные обычные студенты с обычных таких с обычных с обычных семей да и наши всех распределили в разные в разные районные центры я говорю а я не поеду они говорят ну хорошо приходи следующий раз там типа типа через день я прихожу через день они горят ну хорошо а куда ты хочешь я бы я хочу работать только в скаменогорске они говорят но мы в скаменогорске не можем вам место дать вы можете ехать допустим таврию или шимонайху кажется мне предложили это же почти город тут совсем рядом я говорю я не поеду если я выйду на работу я выйду только в скаменогорске я не знаю с чего это вышло мама папа не знали об этом это вот у меня вот так вот родилась идея все я вот так просто говорила была такая раиса васильевна фурсова она тогда еще не была начальником отдела кадров но она очень злилась начальник отдела кадров она не занималась этим вопросом занималась как бы ее подчиненная потом она уже тоже стала этим начальником отдела кадров но в тот момент да и она конечно меня возненавидела и потом так дело повелось что мы Мы потом работали в одном коллективе со временем, и она меня все время ненавидела. Но это ее проблема, что она меня ненавидела. Мне было поровну абсолютно. Я сказала, что я не поеду никуда, я буду только работать в Ускаменогорске. И вы знаете, они говорят, хорошо, потому что потом была пятница. Какой-то, в общем, короче день, приходи, говорит, там, то ли в понедельник, то ли в пятницу. В общем, короче, я пришла еще через день или через два дня. И мне говорят, хорошо, иди в Октябрьский финоотдел, ну, короче, финоотдел Октябрьского района города Ускаменогорска. Я прихожу, там еще три или четыре вакансии. Ну, правда, вакансии такие, не супер, такие суперовские там вакансии были, вот где налоговый инспектор ходит, разносит налоги по частным домостроениям, да. Кто знает город Ускаменогорск, мне досталась СОГРА, я по ней ходила. Один год, а потом меня повысили, меня взяли в отдел, где занимаемся контролированием школ Октябрьского района города Ускаменогорска. Потом меня перевели в городское финансовое управление, там совсем чуть-чуть в отдел финансирования народного хозяйства. Совсем маленько поработала, и потом меня через полтора месяца забрали в область финнуправления. И все смеялись, когда ты пойдешь работать в Минфин. Туда меня не позвали. Я не очень расстроилась. Господи, конечно, шутка, о каком Минфине даже разговора не было. Там у нас приезжали, я-то кто такая, у меня тогда тот момент только техникумское образование, просто мне так подфартило, да. А у нас мои подружки приезжали, которые закончили очно институт народного хозяйства, были круглые отличницы, и, ну, в общем, да, они тоже сделали, они сделали очень хорошую карьеру, но все на месте. Что еще хочу сказать? А, да, вопрос. И где я больше всего работала? Вот, да, работала в финансовой системе. Где-то общий стаж вышел где-то около 13 лет. Потом я, когда уже закончила свой институт заочно, я сама попросилась, с областного финуправления попросилась в Октябрьский налоговый комитет, или как он тогда назывался, или налоговая инспекция. Ну, в общем, уже тогда пошло разделение между налоговиками и финансистами, и я туда попросилась, потому что мне как бы охота была, как это сказать, я закончила вуз, и мне охота была, так сказать, в пекло, в эту массу, в гущу работы. И, в общем, я эту гущу получила. И после вот этого райфинной налоговой инспекции Октябрьского района постепенно я оказалась предпринимателем, и я торговала. Я торговала, я торговала в виноводочном киоске, я торговала. Ну, я еще в одном месте работала, там как бы крупный бизнес, но это не я, там был у меня руководитель, и я там только кое-какие моменты делала. Я не хочу об этом говорить, честно, это вообще не моя стихия. И упустимый, но вопрос был задан, где я больше работала, да? Больше я работала в финансовой системе, и потом работала на себя. Вот, значит, торговала виноводкой, торговала очень короткое время окорочками, потом очень короткое время яйцами. Потом поставщик сказал, я тебе не дам яйца, потому что мне им самому не нужны. В общем, поставщик отказался, и потом я перешла на молочную продукцию. Торговала молочной продукцией. На тот момент молочной продукции не было, было сложно ее находить. Покупателей было очень много, но я с этим справлялась. И потом я перешла на колбасные изделия. И, в общем, львиную долю свою я работала как... У меня был такой маленький бизнес, розничная торговля колбасных изделий и мясных деликатесов. Ну, хочу сказать, что это был у меня хороший экспириенс, потому что... Экспириенс – это опыт, да? Потому что, ну, мне нравилась эта работа, был очень успешный проект. У меня был очень большой ассортимент, и как-то я умею работать со скоропортящимся продуктом. Я знала, как здесь не вылететь в трубу, а поиметь себе выгоду. Вот. То есть, с этим я справлялась. Вот. На этом я заканчиваю с ответом на вопрос парня по имени Соко. Перехожу на вопрос. Наталья Марчевская задала вопрос не так давно, и она так там много... Собственно, она не задала вопрос, она там много что написала мне про меня, и говорила, что как бы я лёгкая на подъём. Да, я лёгкая на подъём. Немножко об этом сказано в видео, где про перемены сказано, про мои перемены. Я ей пообещала, Наталье, что я вот в скором видео расскажу, когда я была молоденькой. Как вы думаете, 36 лет – это молоденькая женщина? Я думаю, это очень молоденькая женщина, да? Вы знаете, я хочу вам сказать, в 36 лет, мне сейчас опять волнение наступает, в 36 лет я была, я себя ощущала старой женщиной. Я не ощущала себя некрасивой, я не ощущала себя там уродливой, там ещё как-то. Но я ощущала себя старой женщиной. Ну, у меня уже за плечами был мой брак, у меня за плечами я уже была мама, у меня уже бизнес шёл, всё это шло. Но в личной жизни, как у многих женщин, случаются досадные моменты, и у меня были отношения, которые прекратились с ним по моей инициативе. Но эта тема очень глубокая, я не хочу об этом затрагивать, кто знает, тот знает. Не хочу об этом говорить, просто я хочу сказать о том, что из-за этих отношений я почувствовала себя старой. Реально. И вы знаете, вот в 37 лет я познакомилась со своим вторым мужем, и вот я когда его увидела... Сейчас будете смеяться, потому что мне самое смешное. Я когда его увидела, я сказала, вот он мне пойдёт на мою старость. Вот так я и сказала. Не вслух, конечно, не ему, конечно, а себе. Вот. Ну, потому что я так себя ощущала, я так себе и сказала. Вот. Но этот мужчина, которого я определила себе для старости, он мне показал столько негатива для меня, и я столько прошла с ним. Наверное, он мне нужен был, понимаете? Вот мне так кажется, что он мне, наверное, был нужен. Я прошла с ним столько уроков, как я говорю, что это мой самый главный учитель в моей жизни. И благодаря ему же я оказалась у психолога. Не путайте психолога с психотерапевтом. И в 12-м году я пришла к психологу, и во мне произошли большие перемены. Когда мне мой муж иногда говорит, «Ай, как жалко, что мы с тобой не встретились, когда были гораздо моложе, когда у нас было столько много амбиций, когда мы могли ещё много чего сделать, можно сказать, горы перевернуть». И он говорит, «А рядом бы с такой женщиной я бы точно перевернул горы». Я говорю, «Вал, не дай бог, ты бы встретился со мной, стой». Потому что я была другая. Я стала другая. Я очень рада этому. И для чего я сейчас хочу это вот Наталье говорю? Ну, не только, не потому что Наталья она себя ощущает там старая, а просто я хочу, чтобы многие тоже услышали, что, во-первых, все мои перемены мне помогли в этой жизни, и, во-вторых, нужно понимать, что если у тебя в твоей жизни что-то случается очень плохое, то, может быть, это будет тебе рывком в что-то тебе хорошее. Нужно просто помочь самому себе. И я знаю многие женщины, которым 40, себя считают старыми. В моей семье меня считали... Ну, мне вот один из братьев говорил, когда я вот где-то на одном видео говорила, когда вот на свадьбу куда-нибудь приду, ой, а ты-то, ты-то что-то там вырядилась, ой, а ты-то что? Ну, то есть это имеется в виду, что я уже разведённая женщина, и кто я такая? Ну, короче, ноль без палочки. Вот. И то есть я уже старая, я уже никому не нужная, и, короче, сидела бы ты ровно на одном месте. Да. А я не хочу сидеть ровно на одном месте. Я хочу жить. Мне 61 год, у меня очень много планов на эту жизнь. Вы не поверите. Я хочу очень многого ещё в этой жизни посмотреть, увидеть, научиться. Ну, как-то да. Как-то так. Вот. Поэтому это не только к девочкам. И у мальчиков тоже такое бывает, да. И мужчин... Давайте, мужчин, не будем обижать этим словом мальчики, потому что мужчина, он мужчина. Мужчина уже 23 года, он мужчина. И поэтому я бы хотела, чтобы и мужчины поняли, что их самые худшие моменты в их жизни, это может быть стать им таким самым сильным рывком в их светлое будущее. Только этого нужно очень каким-то образом захотеть. Делать постепенные, постепенные, постепенные шаги. Вы знаете, первый шаг у меня какой был, когда мы жили вот со вторым мужем? Мы долго не были мужья, муж с женой. Потом мы всё-таки стали. И когда мы стали, я быстро разошлась. К тому времени у меня уже всё. Я сформировалась. А почему всё-таки я вышла замуж? Потому что я столько лет этого хотела. О, смешного. И когда мы вот с мужем жили, когда у меня уже вот где-то в десятом, в одиннадцатом году, я захотела, я стала понимать. Первый раз услышала слово мантра. Какие-то книги мне стали рекомендовать. На тот момент Сидельников был. Ну, в общем, вот это вот мелкие-мелкие-мелкие шаги начались. И вы знаете, как интересно. Я, допустим, иду мантру послушать. А я её включаю так вот, допустим, на кухне что-то делаю. А он, видать, на подсознании чувствует, что это ему сейчас навредит. Да, он говорит, выключи. Или там иногда не говорит выключать. Он начинает как бы высмеивать меня, обхахатывать меня, унижать меня. Ну, в общем, вот. А я всё равно это делала. Допустим, хорошо, на кухне я не буду делать. Спорить я не буду. Всё, я доделала. Пошла, легла. И если он там ещё свои фильмы смотрит, я лежу, слушаю. Он приходит, я раз отключаю, чтобы, знаете, да. Но я всё равно делала свои шаги. Вот так вот. Ну, за всем кланяюсь. Спасибо, что были со мной. Если у вас есть вопросы, задавайте. Пишите ваши комментарии. Всем пока-пока.